Выставлять свое благополучие на показ не стесняются и дети чиновников. И судя по их аккаунтам, госслужба не такое уж неблагодарное дело. Их отпрыски хвастают в социальных сетях действительно статусными вещами. Вот предположительно часы швейцарской марки Хаблетт стоимостью в 43 тысячи долларов. При этом сын заместителя председателя таможни Раимбека Матраимова позирует на фоне бассейна Инфинити в сингапурской гостинице. Самый дешевый номер, в которой стоит 600 долларов в сутки. Подросток также выкладывает фотографии с тренировок в дорогих школах футбола команды «Арсенала» в Великобритании и в Дубае. Сам Раимбек Матраимов с говорящим прозвищем «Раиммиллион» человек не публичный. Интервью не дает и журналистов избегает. Широкой общественности имя таможенника стало известно в 2010 году, когда в интернет попала запись телефонного разговора якобы тогдашних членов Временного правительства. А Тамбаев в отношении Бекназарова говорил, что это у тебя воры, и я их не допущу к таможне. А Бекназаров говорил, что я вот в отношении твоего вот этого, Тулматова и Матраимова сейчас возбужу уголовные дела, потому что они воры. Это было открыто, опубликовано. Вся общественность об этом знала, увидела, прочитала эти фамилии, но никакой реакции не было. Дети таможенных чиновников в инстаграме вообще звезды. 16 тысяч подписчиков у дочери Кадыра Кенешева, заместителя железнодорожной таможни «Северная». Дочери Габана, Мерседеса, БМВ даже в кризис фетиш золотой молодежи не меняется. К дорогим авто в придачу запрещенные спецсигналы. Так дочь таможенника прокатилась по одной из центральных улиц на своей свадьбе. Дети милицейских чиновников в социальные сети тоже любят. Дочь и сын замминистра внутренних дел Курсана Асанова, студенты университета Массачусетс, сами рассказывают, для того, чтобы жить и учиться в Бостоне, придется тратить около 50 тысяч долларов в год. Из них 30 тысяч – плата за учебу. И даже генеральской зарплаты Асанова на это явно не хватило бы. Вы всю жизнь в милиции работали, да, по-моему, даже в структурах? Так получилось, да. Ну, в принципе, не у всех людей, кто на госслужбе работает, есть такая возможность. Я начинал от сержанта, да, вот здесь все командиры спецназа по нашим республикам, да, я начинал от простого молодого бойца, дослужил до генерала. Это благодаря Богу, благодаря нашим родителям. По словам замминистра, сын и дочь – отличники, поэтому оба получили скидки на обучение. Дети знаете какие? Они сами учатся на отлично, в школах учился, и в данное время университеты тоже учатся на отлично. Талантливыми и способными оказались дети многих крупных чиновников. Кто-то поет песни, снимая за границей клипы, у кого-то хобби поскромнее. Но большинство из них ведут не такой образ жизни, как их обычные сверстники. Конечно же, в данной ситуации государственная кадровая служба, прокуратура, если бы они действительно были независимыми органами, должны были этими вещами заинтересоваться, разузнать, узнать, и это достаточно легко делается. Но этого не происходит, к сожалению. Несмотря на то, что официальные данные о доходах большинства чиновников не сходятся с реальными, проверять их, скорее всего, никто не будет. Возможно, потому, что сами правоохранительные органы тоже считаются одними из самых коррумпированных структур. Дебек Бегали, Вазат Антымаков. Настоящее время. Бишкек, Кыргызстан. 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 Продолжение следует... Продолжение следует...